здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи журналист родион денисов здравствуйте родион здравствуйте вот на днях 28 сентября была 26 годовщина трагического события имею ввиду гибель парома эстония одного из крупнейших таких трагических происшествий современной истории погибло множество людей после этого было много различных комиссий они приводили к разным версиям разным решением были там и какие-то секретные ходы секретные версии как всегда это бывает но вот на днях как раз когда была 26 годовщина появилось заявление министров иностранных дел эстонии финляндии и швеции о том что они намерены создать новую комиссию изучить какие-то новые сенсационные по их мнению факты которые заставляют по-новому взглянуть на причину этой трагедии что это за сенсационные факты о которых идет речь спустя 26 лет действительно гибель парома эстония для нас жители эстонии это огромная трагедия которую помнят многие многие 26 лет прошло но и все-таки очень много людей которые и сами пережили эту трагедию в живых еще и еще больше тех кто потерял там родственников либо знакомых я прекрасно помню этот день 26 лет назад я учился в таллиннском университете и так когда пришло это сообщение параллельно на пришло вместе сообщением о том что погибла практически вся параллельная группа на шведской филологии то есть вот они отправлялись вот этим от паромом эстония поэтому я конечно тоже вот был потрясен этим после этого я узнал что у нас например сосед под лестничной площадке тоже утонул вместе с паромом поэтому трагедия была очень большая и наверное поскольку эстония население весьма небольшое всего миллион триста тысяч то наверное коснулась если никто и не каждого то уж точно у кого-то есть каждый знакомый у которого вот кто-то либо погибли бы пострадал вот от этой катастрофы действительно тогда же 26 лет назад начиналось следствие которое ввела совместная комиссия эстонско-шведско-финская в результате крушения погибло восемьсот пятьдесят два человека естественно и родственники и все остальные граждане этих стран хотели знать что же произошло версии с самого начала выдвигалась много но официальная комиссия тогда пришла к выводу что причиной стал шторм неправильно выбранная скорость и отвалившийся визир парома ну в общем то и на этом и как-то более-менее закончилось все официально но после этого начали выдвигаться другие версии журналисты начали исследовать вопрос несмотря на то что место где затонул паром эстония объявлена братской могилой и туда запрещен подход тем не менее несколько раз туда исследовательские суда пытались подойти на гласно негласно законно незаконно но в любом случае это происходило и в результате возникали разные версии одна из версий было о том что перевозили на пароме оружие и вот что для того чтобы это не обнаружили паром взорвали были сняты художественные документальные фильмы не один по поводу крушения и вот ну потом прошло достаточно много времени и до сих пор как бы несмотря на то что было решение суда которая обязывала по иску родственников погибших возобновить расследование правительство эстонии должно было согласно решение суда это сделать еще в январе этого года тем не менее ничего не происходило ничего не двигалось до тех пор пока вдруг не обнаружилось что шведские документалисты сняли документальный фильм в котором совершенно наглядно доказывают что проблема и крушение парома произошло не потому что отвалился визир а потому что по всей вероятности паром столкнулся с каким-то объектом и сразу возникло предположение что это шведская подводная лодка конечно и это сообщение тут же подняла большую бурю тут же премьер-министр министр иностранных дел эстонии вылетели сначала финляндию потом швецию за буквально за несколько дней до трансляции этого фильма прозвучали тут же обещание что мы обязательно расследуем что мы обязательно добьемся правды и вот тут фильм вышел вчера вышел этот фильм и действительно как обнаружилось что за время пока паром лежал на дне балтийского моря там грунт немножко смыло и обнаружила четырехметровая громадная дыра в днище судна которая по всей вероятности действительно могла стать причиной потому что паром погиб и образоваться из-за того что паром с чем-то столкнулся сейчас на самом деле вот в документалисты говорят о том что действительно в столкновении вероятно с подводной лодкой либо это все так или либо это возможно была какая-то мина или еще что-то такое что что могло повредить курпус судна в пользу версии о том что это была шведская подводная лодка выступила бывший генеральный прокурор эстонии маргус курм который прямо сказать предположил что это да это была шведская подводная лодка если это действительно выяснится и сейчас по всей вероятности расследования будет возобновлено потому что факты есть факты и теперь это скрыть очень сложно тогда возникнет очень большая большая проблема означает ли это что например тоже шведская эстонская финское правительство на все на намерен на это скрывали а если это скрывали то тут вопрос действительно каждому из правительств будет понятно что это был начало 90-х годов когда швеция фактически входила со своим капиталом на рынок эстонии скупая здесь все предприятия скупая банки и фактически курируя эстонское правительство по приватизации по экономическим реформам всему остальному эстонское правительство того времени не могло не могло ничего сказать но тут же вопрос то в том что не только в эстонии вопрос и в обмане получается избирателей швеции и финляндии которые также через свои территориальные воды через участие в этом всем при подписалась под решением той комиссии которая присудила тому присудила сказала что главная версия это действительно от того что визир нос парома отвалился ну значит врали все и теперь буквально уже несколько дней все бурлит эстонская пресса бурлит выискали бывшего нашего премьер-министра который сейчас находится в очень плохом состоянии здоровья но тем не менее он тоже прокомментировал сказал что надо расследовать хотя по всей у него прямо спросили дорогой мартлар наверняка вы это все знали но говорить он естественно этого не хочет потому что если он признается то видимо будет плохо очень многим и вот теперь теперь действительно очень вероятно что расследование возобновиться сможет ли она что-то установить по прошествии столько стольких количество лет это один вопрос второй вопрос если даже установит что действительно паром эстония столкнулся с подводной лодкой хоть наш генпрокурор сказал что это шведская подводная лодка но я долго наверное недолго недолго следует ждать пока вопрос возникли потому что это была российская подводная лодка ну сейчас принято говорить что везде во всем россия виновата в мире вот и поэтому может еще какая-то или еще что с чем-то столкнулась ну смогут ли добиться действительно правды следователи ну трудно сказать но по крайней мере очередная попытка будет сделана родион скажите пожалуйста вы видели этот фильм о котором идет речь на канале нет нет этот фильм пока в эстонии в принципе не видели его видели например министр министр иностранных дел а также зрители шведского телевидения одного канала по которым это показывали пока на эстонию это не транслирует в ютубе этого пока тоже нету но все ждут какие-то отрывки где-то что-то показывали какие-то снимки показывались в прессе ну будем ждать будем смотреть да просто интересно насколько они убедительные документалисты швеции вот в своем расследовании ну знаете если бы они не были убедительны вряд ли премьер-министры трех стран настолько будоражились бы если бы это была очередная художественная какая-то мелодрама которая уже бывала и в том числе и по этому событию но вероятно никакой реакции особо не было но тут наверное наверное все таки что-то нашли наверное что-то убедительное показали и было действительно я видел скрин этого фильма где действительно зияет громадная дыра в днище парома натуральные съемки и теперь действительно ну придется это расследовать я думаю что за этим все таки за расследованием будут стоять и некоторые политические силы которые совершенно не нравятся и которые противостоят тем политическим силам которые находились у власти во время крушения парома эстонии кстати говоря и в эстонии оппозиционные политики уже напрямую обвиняют некоторых тех политиков которые находились тогда у власти до сих пор находятся в парламенте либо в руководстве тех же партий поэтому тут значит начинается еще политическая борьба и вопрос в том насколько хватит политической воли и насколько хватит силы вот это вот свободы слова которая как ни странно в данном случае сработала и по крайней мере на этапе возобновления расследования видимо это вполне естественно потому что понимает возникает действительно тем кто наблюдает за всей этой историей со стороны возникает естественный вопрос было столько комиссии столько осмотров этого парома и не смогли тогда я имею ввиду и потом заметить пробоину четырехметровую ну утверждается сейчас ну по крайней мере официальные лица утверждают что ее не было видно поскольку паром именно вот на место вот этой пробоины вот на этот бок упал а тут какие-то течения подмыли и вот обнаружилась эта дыра понятно ну это вот такие официальные объяснения можно ли этому верить не знаю но тем не менее ну все возможно будем надеяться что действительно теперь смогут в этом разобраться если не определят чья лодка была то хотя бы действительно определят что это было стороннее воздействие скажем так ну да просто ну если это не лодка то что это могло быть конечно есть версия уже тоже высказывается что может быть это когда паром тонул каким-то образом повредился ну в любом случае уже странно то что было решение международного суда эстонского суда в возобновлении следствия и вот еще с января этого года оно не было возобновлено и вот только теперь с большого пинка со стороны шведских журналистов это вдруг становится действительностью вот действительно навели такого шороха которого раньше не наводили ну просто так в нынешние маленький штришок для того что чтобы премьер-министры эстонии швеции финляндии могли встретиться министр экономики специально буквально своим решением за несколько минут изменил целое постановление которое не могли пробить до этого несколько месяцев в связи с коронавирусом что запрещены чартерные полеты между странами и вот он разрешил буквально сразу и министр и министр странных дел взяли самолет частный и вот тут же вылетели в Финляндию потом в Швецию суеты было очень много и наверное не просто так ну что спасибо журналистам Родион спасибо что нашли для нас время за ваш рассказ всего вам доброго всего доброго на этом все напомню что с нами на связи был журналист Родион Денисов до свидания